Всем привет, с вами я, Дима Актуальный, и это ролик о Firewatch, игре, которая вышла, наверное, раньше некоторых моих зрителей. Да, давайте пошутите в комментариях, что большинство. Так вот, казалось бы, о чём тут говорить? Интернет же уже тогда существовал, когда она вышла, всякие были обзоры, разбор, пасхалки, теории, даже вы не поверёте летсплей. О чём ты, Дима, будешь нам рассказывать? Спросите вы, а я отвечу о сюжете. Такая себе интрига, согласен, но вы не поняли. Я не собираюсь вам пересказывать сюжет, хотя это тоже будет. Я хочу рассказать, как она делает из вас паранойка. А тем более, я сейчас готовлю три ролика по аниме Perfect Boo, так что вам раскрытие темы паранойи вдвойне пригодится. И, наверное, все мы в какой-то степени паранойки. Наверное, это даже в какой-то степени хорошо, ведь из-за ложного страха мы сохраняем себе жизнь, или как минимум её улучшаем, возможно. Тут всё, конечно, зависит от ситуации, то есть наименее безобидно, когда чел, например, говорит, что избегает продуктов с глютеном, но потом признаётся, что понятия не имеют, что такое глютен. То, что вы хотели больше всего, безглютеновые пельмени. Однако, бывают всё-таки ситуации и ебанутенькие. Если знаете, что это за женщина, вы даже знаете, о чём я говорю. Но то касается теории заговора, это уже немножко, наверное, другая тема, хоть и близкая, но у нас тема паранойя. Это значит, надо сначала понять, что такое это паранойя. Как мне удалось вычленить из интернета, паранойя – это тяжёлое психиатрическое заболевание, для которого характерно развитие логически выстроенных бредовых идей. То есть получается, что секунды ранее я всё-таки ошибся, и Виктория Боня всё-таки паранойя. Так вот, при паранойи у пациента не прогрессируют негативные симптомы. До некоторой степени у пациента сохраняется целостность личности, он не подаёт признаки, слетевшего к ебеням человека, у него отсутствует нарушение восприятия, то бишь отсутствует галлюцинация. И знаете, что тут самое страшное? То, что врачи и учёные ещё толком не понимают причин появления паранойи. Ещё сложнее понять, когда она начинает разозваться. То есть давайте представим, что вам вот кто-то сказал, дескать, левши это чаще всего люди со странностями, которые склонны к насилию и, возможно, к убийствам. Теперь, скорее всего, когда вам это сказали, вы будете обращать внимание на этот факт. Если вдруг кто-то скажет об этом в новостях, связанных с убийством, то есть ведущий говорит, что убийца была левша, вы это запоминаете, потом вновь надокатитесь на подобную новость, и вас уже хер разубедишь. Вы станете обращать внимание именно на эти случаи, и получится так, что каждая левша-убийца это доказательство, а каждая правша-убийца это исключение. Как я уже сказал, пример юниты, но зато понятный. Либо же пример массовой паранойи был вот только что перед нашими глазами, когда во время пандемии каждый из нас косо смотрел на человека, который закашлял. Что самое интересное, подобная предвзятость почти никогда не работает в обратном направлении. То есть если бы во время пандемии кто-то рядом с вами закашлял, вы бы не подумали, скорее всего, что это, ну, простудился человек. А всё потому, что иррациональный страх встречается намного чаще иррационального оптимизма, и это просто механизм выживания. Кстати, раз уж мы заговорили о страхах, бывает ещё такой синдром упущенной выгоды. Думаю, каждый из вас с ним сталкивался, и не самое приятное чувство, согласитесь. Однако у меня есть совет, как минимизировать это неприятное чувство. Для этого вам надо знать всего лишь о сервисе Humble Bundle, игровом сервисе для Windows, Mac и Linux. Но это необычный интернет-магазин, как можно подумать. Тут каждый месяц появляется набор из 12 игр. Вы можете забрать от 3 до 9 штук в зависимости от уровня вашей подписки. Уровень же зависит от суммы, которую вы внесли. Например, первый уровень стоит 200 рублей, он даёт 10% скидку на магазины и доступ к библиотеке Humble Truth, в которой более 90 игр. Второй уровень 700 рублей, плюс к прошлым бонусам тут прибавляется возможность забрать 3 игры из месячного набора. Но самый выгодный всё же третий уровень за 900 рублей. Тут у нас и повышенная скидка в 20%, и доступ к библиотеке Truth, и возможность забрать целых 9 игр. А в марте по подписке премиум можно забрать все 12 из 12 игр. Если же покупать, например, всё это в стиме, то там раз в 10 выходит дороже. Ну а на примере мартовской раздачи вы можете забрать, например, крутые игры Control, Base Game 2M и Alyx. Вторая, кстати, очень даже мне на удивление зашла. Также в списке мартовских игр вы можете найти известную всем Battlegrounds и даже Peaky Blinders, игру по мотивам сериала Острые Козырьки, думаю, многие о нём слышали. В общем, думаю, вы меня поняли, как минимизировать свой страх упущенной выгоды. Заходите на Humble по моей ссылке в описании и забирайте свои игры по супервыгодной цене. Так, ну и теперь после рекламы вернёмся к нашим страхам и про... Да, это была, если шо, реклама. В общем, думаю, не будете отрицать. У каждого из нас есть определённые страхи, которые приобретаются с опытом жизни и которые ещё имеют свойство, естественно, накапливаться из-за этого. Накапливаются они по мере каких-то страшных событий, которые вы либо видите, либо которые костно касаются вас. Ну, то есть, например, ваш близкий родственник умер от рака, и вот вы теперь каждый год проверяетесь полностью на наличие онкологического заболевания. Либо, возможно, ваш друг погиб в авиакатастрофе, и вы теперь никогда не сядете в самолёт. Либо, снова-либо, вашей жене диагностировали Алицгеймер, и всю оставшуюся жизнь вы будете не понимать, как это произошло и может ли это случиться с вами. Именно с этого начинается Firewatch. Да, вначале нам рассказывают краткую историю нашего героя, мужика по имени Генри, чья жена заболела этой неизлечимой болезнью. Именно по этой причине он бежал в лес. Он, конечно, не жаль, прям как дикий самец, он просто становится охранником заповедника. А если вы не знаете, что такое Алицгеймер, это когда человек забывает, что было вчера, либо кто человек, с которым он знаком годы. Страшная штука, в общем, с которой непонятно, как жить, если она у человека, которого ты любишь. Вот Генри решает сыпаться, чтобы побыть наедине и подумать. Правда, остается он не совсем наедине, с ним по рации общается Джулия, можно сказать, инструкторка. Мы немного узнаем о ее жизни и ложимся спать. И вот в первый же день своего пребывания в лесу мы внезапно замечаем фейерверки, которые не являются частью естественной природы, потому, будучи охранником естественной природы, мы идем узнать, что это за уебки устроили. Попутно натыкаясь на банки из-под пиваса, мы наконец приходим к месту запуска и оказывается, что это были студентки, которые обсырают нас и убегают. Покрутившись немножко на месте, мы отправляемся назад и по пути встречаем силуэт мужчины. Далайла успокаивает Генри и не придает этому какого-то значения, однако, когда мы поднимаемся обратно на вышку, мы видим разгром. Тут уже подозрения падают либо на студенток, либо на силуэт с фонариком, однако уже поздно и надо было ложиться спать. Проснувшись, мы берем рацию и Далайла сообщает об отрезанных проводах коммуникации. Еще позже мы находим разорванную палатку девочек, повсюду валяются вещи, в том числе и вещи Генри, а самих девочек нигде нет, лишь записка о том, что они собираются обратиться в полицию с обвинениями в его домогательствах. И тут уже разные мысли. Возможно, это был медведь, возможно, тот силуэт, возможно, в этом даже замешана Далайла, а может быть, это сами студентки все устроили. В общем, с этого момента, что у Генри, что у нас развивается паранойя. Еще позже в лесу разгорается огонь. На тот момент у нас уже достаточно хорошие такие отношения с Далайлой, если, конечно, вы хорошо с ней общались, но, тем не менее, с каждым таким событием вы все больше сомневаетесь. На 76-й день Генри находит блокнот, на котором записи их разговора с Далайлой, и в этот же момент на берегу озера слышен странный звук. Оказывается, это была всего лишь рация, которая... После того, как мы очнемся, мы заметим, что блокнота нет, а паранойя все больше будет развиваться. Ведь, например, рация, которую мы подняли, была в точности как наша. Посему в течение следующего часа игры Генри бросает от сомнения в том, что все это реально до подозрения у себя Альцгеймера. То есть, ну, что если они, например, с Джулией когда-то жили рядом с энергетической станцией, которая повлияла на их здоровье? Или что если Далайла это часть какого-то социального эксперимента? Или, ну, что если в этом участвует правительство? Или пожарные? Или его хотят закрыть по делу пропавших девочек? Все эти мысли появляются не только у Генри, но и у нас. И сделано это сценаристами намеренно. И скоро поймете, как именно. Позже, разговаривая с Далайлой, мы слышим чей-то кашель во время разговора. После мы находим большую палатку на территории заповедника, где еще раз удостоверимся в том, что за нами следили. То есть, помимо высокотехнологичных локаторов, тут будут лежать документы с подробными деталями личности Генри и Далайлы. В них же мы можем прочесть, что Далайла, по сути, обманщица, так как живет она с работником пожарного дозора, вместе с тем имеем мужа в городе. В ответ на это она говорит, что тот, кто этот отчет вел, просто пытается кормить паранойю Генри и хочет как бы разлучить их с Далайлой. Посему она предлагает сжечь это место, но поговорив немножко с ней побольше, мы все-таки отходим от этой мысли. Однако, возвращаясь к своей базе, мы узнаем, что кто-то все-таки совершил поджог. На 79-й день пребывания пожар разгорается, что пиздец. Генри собирает вещи и решает съебывать, но перед этим заскочить к месту, на которое указывает локатор. Следуя сигналу, мы приходим к нужному месту и находим кассету, оставленную, как оказалось, на этом Гудвина. Да, я об этом не сказал, но практически в самом начале игры мы находим рюкзак Брайана Гудвина. Далайла об этом говорит, это обычный подросток, который погиб на вот этой вот территории заповедника. А что касается Неда Гудвина, это отец того самого мальчика. Как оказывается, следил за ним только он и никто другой. И все началось как раз таки с того самого первого дня, когда Генри случайно на него наткнулся. Не все, конечно, было его рук дело, например, провода отрубили студентки, но вот слежка Нед следил давно за Далайла, но не за Генри. И получается так, что Генри не является никаким объектом какой-то великой конспирологии, никто его не изучал, Далайла не врала ему о том, кто на все странности лишь были от одного человека, сын которого погиб при попытке забраться на отвесную стену пещеры. В конце же, когда все раскрывается, нам кажется, что мы вот-вот встретимся с Далайла, однако нет, она улетает первой и советует навестить жену. Концовка расстроила многих игроков своей, не знаю, реальностью, наверное, от которой у многих и произошло опустошение, то есть люди ждали чего угодно, но только не вот этого. Вначале ты ожидаешь тут, что будет, ну, биздец, как много неожиданных поворотов, например, что Джулия на самом деле мертва, или что Далайла не существует, а ее голос — это шизофрения героя, которая появилась как проекция чувства вины. Но, оказывается, тут нет какой-то мистики или другого клишированного в триллере твиста. Нам дают некоторые странные моменты, и наш мозг, как и мозг героя, начинает уже сам все додумывать, самые, то есть, нереальные варианты развития событий. И вся игра, она пропитана вот этой вот атмосферой паранойи. Даже то, кем является герой, то есть сторожем заповедника, как бы его работа заключается в том, чтобы каждый день сидеть и пялиться в лес, ожидая чего-то странного. От этого и развивается паранойя. Что можно, в конце концов, сказать и понять из всего этого? В самом начале Генри задается вопросом, правильно ли он поступает, находясь здесь, а не рядом с женой. Он волнуется, что оставил Джулию, что это неправильный поступок, ведь она не мертва, он ее любил и, возможно, любит. Но ему еще жить пол своей жизни, и стоит ли ее посвящать человеку, который забывает тебя? Посвятить такой большой кусок жизни Джулии — это увеличить боль. И, наверное, ему не нужно чувствовать себя плохо за решение жить дальше. А лес же был ничем иным, как местом, где время для него остановилось, и где он просто дождался для себя ответов. Такая вот игра. Надеюсь, если вы не играли, то вам все равно было интересно послушать. Если же играли, то все равно, надеюсь, было интересно, и вы что-то для себя поняли. Может быть, даже взгляд на нее поменяли. Ну а я прощаюсь с вами. Всем удачи. Не кушайте глютен.